Замечательно. Я надеюсь, что я смогу открыть свой коврец. Добрый вечер всем. Мы с вами продолжаем изучение книги «Схарья», относящейся к периоду возвращения из Вавилона, началу периода второго храма. И мы с вами, как всегда, посвятимся нашей духовной усилии тому, чтобы наши воины были в порядке, чтобы им был успех, чтобы раненые выздоровели, чтобы пленные вернулись. И я с вашего разрешения упомяну Люба Бат Михаэль, свою жену, которая приложила немало усилий для того, чтобы книга пророка «Схарья», которая существует на русском языке, она вышла в свет. Это первая книга по пророкам, которую мы сделали. Эта работа была очень трудная. Мы еще начали ее во время, когда были посланниками Сахнута в Киеве. И вот мы с вами посмотрели, представили себе, что пророк «Схарья», родившийся в Ирушалайме, еще начавший там пророчествовать, ученик пророка Ихискеэля, он находится в Бавеле вместе с, попадая туда вместе с первыми изгнанниками, с царем Ихонией за 11 лет до разрушения храма, 433 год до этой эры. Пророчество «Схарья» начинается с второго года правления Дария II, и в это время пророчествует и пророк Хагай. Давайте посмотрим, что предшествовало этим событиям. Прежде всего мы представляем, что центральным моментом всей этой эпохи изгнания в Бавель является предсказание Иеремиягу о том, что сыновья Израиля через 70 лет вернутся на родину. Вот мы постараемся представить себе, как это предсказание, так сказать, сработало. И посмотрим мы пророчество Хагая, прежде чем мы вернемся к самому «Схарья». Давайте представим себе, что за 70 лет, как они прошли, от какого момента они отчитываются, да и что содержится в самом пророчестве. Пророк Иеремиягу предсказал, и так сказал Бог, когда исполнится 70 лет Вавилону, в общем-то, что произойдет тогда? Первое – вспомню я о вас. Второе – исполню доброе слово мое. Третье – чтобы вернуть вас на это место. Это в 29-й главе пророка Иеремиягу. Сюда укладывается три предсказания. Когда исполнится 70 лет Вавилону, вспомню я вас, это означает, что Всевышний начнет готовить исход своего забытого и покинутого им народа из страны пленения. И начнут происходить события, которые впоследствии приведут к исходу. Мы представляем себе, что многое зависит, если не все зависит от сыновей Израиля, и возвращение могло произойти и раньше этого срока, если бы сыновья Израиля оказались на духовной высоте, раскаялись и проявили страстное желание вернуться в землю Израиля, то тут никакие бы предсказания не помешали бы их возвращению. Движение духа, раскаяние – это прежде всего главная сила, которая управляет миром. Но если пойдет все, так сказать, не совсем благополучно, тогда есть срок, есть срок, вот, есть срок, когда возможно возвращение. И если сыновья Израиля, опять же, не воспользуются этим сроком, то будут еще несколько ступеней, которые в конечном итоге приведут к возведению второго храма. И вот первое предсказание вспомню я о вас. Начнется подготовка к исходу. Вот Вавилонская империя ровно через 70 лет после ее завоевания халдеями мирового господства, а это с того момента, когда Новохудный царств окрушил Осирию, пришел Биушалайм и утвердил на царство Яакима, царя Яакима. Он поставил его на царство, или, можно сказать, что Яаким был царем, но он согласился принять его власть в Иудее. А через 4 года, после того, как он покорил Яакима, Яаким восстал против Новохудный цара. Новохудный царь подошел к послалу своего войска к Ярушалаему, и он не стал даже лишать Яакима царского достоинства, не стал лишать трона, а лишь забрал в плен в качестве заложников детей из царских семей. Это произошло в 440 году до этой эры. И мы видим, что ровно через 70 лет, ровно через 70 лет, в 3070 году Бавель пал. Он был покорен союзом персов и медий, и прекратил свое существование, на смену ему пришла Персидская империя. Скобка можем заметить, что сыновья Израиля по инерции называли, и Персию называли Бавелем, и таким образом у нас возник в Персии Вавилонский талмуд, потому что как бы не переменили название своего изгнания, оставшись в изгнании, на том же месте оказались под чужой, под другой властью, но продолжали называть свое изгнание или место своего проживания Бавель. Мы видим с вами здесь, что храм был разрушен в 422 году до этой эры, и, значит, за 18 лет до разрушения храма Новохудный цар Новохудный цар уводит детей царского рода в плен. Среди них оказывается Хананья Мишаэль и Хананья Мишаэля Азария. За правление правление Юакима заканчивается за 11 лет до разрушения храма в 433 году до этой эры. Вот мы видим, что действительно это где-то четвертый год правления Юакима, который то есть четвертый год правления Юакима, который правил 11 лет. И исполню доброе слово мое через два года после покорения Рушалайма и утверждение царства Юакима Новохудный цар взял заложников детей из рода царя Давида. Я прошу прощения. Он не в этот раз забрал, он забрал через два года. 440 год это Новохудный цар покорил Юакима. Покорил Юакима, оставил его на царстве, но после того как он взбунтовался против него, через два года забрал в заложников детей. И в 368 году, 370 год это падение Вавилона, 368 год это декларация Корыша. с 370 по 368 год правит Дарим первый и он быстро умирает и на смену ему приходит Корыш, который сразу же издает декларацию, позволяющую сыновьям Израиля возвращаться в Иудею и отстраивать Ирушалайм. То, что как мы видим из книги Нехемия, Корыша больше всего интересует строительство Ирушалайма, храма и он не говорит о возрождении земли Иуды. Это объясняется тем, что в Персии было много незаселенных земель и каждого можно было наделить участком где-то совершенно далеко от Иуды. И то, что его интересовало это восстановление в основе Нерушалайма, потому что Корыш верил, Корыш или в историческом плане это царь Кир, он верил в пророчество и верил тому же и полагал, что надо способствовать тому, что хочет Бог Израиля. Мы примерно это видим и примерно видим с вами это и в книге Даниэля и книге Нехемия. В историческом плане существуют документы, которые говорят, что он разрешил возвращаться всем народам. Книга Даниэля и книга Нехемия об этом не упоминают, упоминают только о сыновьях Израиля, и мы можем с вами легко представить себе, почему. Потому что ни один из народов не стронулся из насиженных таких мест обжитых из Бавилонской империи, которая в общем-то не пострадала от этой войны, был захвачен Бавель, а сама империя, она не пострадала. И срываться своих насиженных мест никто не никто не собирался уходить на окраины империи, в провинцию, тем более скажем в Уду, если говорить о евреях, которая была опустошена туда, мало кто пошел, а другие народы совсем не пошли, поэтому не упоминается о них в книгах Нехемии и Даниэля и только в историческом контексте мы видим, что право должно было возвращаться всему народу. Так, 370-й год, падение Вавилона, 368-й год, это декларация Корыша. Что же происходит в правлении Дарья Первого, мы находим об этом упоминание в одном важном событии, которое происходит в правлении Дарья Первого, мы находим упоминание в книге Даниэля. В первый год царствования Дарья Бавиша Дарья сына Ахашвироша, это не тот Ахашвирош, к которому мы привыкли представлять его Гелат Истер в Свитке Истер. Вот, в первый год царства него я, Даниэль, рассчитал по книгам число лет, о котором говорил Бог пророку Еремиягу. То есть, в это время Даниэль занимается подсчетами и он понимает для себя, по крайней мере, что приближается, что Бавель пал ровно через 70 лет и, в общем-то, наступило то время, когда Всевышний должен по этому предсказанию вернуть сыновей Израиля. Он, скажем, как бы не уверен в этом, но это его предположение, что 370-й год или по крайней мере 368-й год, когда было первое изгнание 370-й год, это я напоминаю 70 лет назад Макудмицар пришел и покорил Юакима 368-й год, это изгнание детей, и вот, по крайней мере, сначала первое изгнание должно закончиться изгнание, как предполагает Даниэль, и он молится, его проникновенная молитва, которая частично вошла в наши седуры, в те молитвы, которые называются Таханун, просьба о прощении, она приведена в девятой главе книги Даниэля, да, вот, первый год царствования его, я Даниэль рассчитывал по книгам число лет, о котором говорил Бог пророку Иеремиягу, что над развалинами Рушалаймы пройдут 70 лет, да, напоминаю, это Дарий Первый, да, Дарий Первый, первый год его правление, и это молитва Даниэля, и обратил я лицо свое к Богу Всесильному, что значит обратил свое лицо к Богу Всесильному, Даниэль молится в сторону Иерушалаима, да, это, в общем-то, потрясающий момент, как мы можем представить себе, с вами народ находится в изгнании без всякой надежды на возвращение и восстановление храма, и и по постановлению еще Шламо, Амелих, царя Шламо, поддерживают это постановление, поддерживают эту традицию, каждый раз при молитве поворачиваются в сторону Иерушалаима, несмотря на то, что храм лежит в развалинах, и храм и гора находятся в запустении, никто туда не поднимается, туда, я обратил свое лицо к Богу, говорит Даниэль, потому что он уверен, что там божественное присутствие, там божественное присутствие в нашей молитве мы говорим о том, что к душа, которую мы произносим в субботу, мы говорим, что ангелы спрашивают Аем, о ком квадо, где его место его слабы, даже ангелы не знают, где место его слабы, когда они не знают, где место его слабы Всевышнего, они не знают во время изгнания, потому что, скажем, ангелы не могут себе представить, что разрушенный храм остался святым местом, можно так сказать, образно, но сыновья Израиля это знают, и они поворачиваются к храму, несмотря на то, что ангелы спрашивают, где место его слабы, они точно знают, где его место этой слабы, и прежде всего Даниэль является примером для всех изгнанников, и они следуют всегда его примеру. С тобой у Бог прав, да, а у нас ныне стыд на лице. Даниэль признает, что изгнание было за грехи, не по каким-то непонятным причинам, по воле Всевышнего, потому что он что-то посылает в мир, оно было за грехи. Бог в немли, соверши без промедления, ради тебя, Господь мой, ибо именем твоим назван город твой и народ твой. Это потрясающий момент, что народ Израиля в изгнании никогда не забывает своего имени. Он так и называется Иудим, евреи или сыновья Израиля, но своего имени он не забывает, да, и это может быть единственное, да, что четко поддерживает его связь с землей. Когда он говорит, что он народ Израиля, то это значит, что он помнит о своей связи с землей Израиля. помнит о своей связи с землей Израиля. То есть, когда мы говорим народ Израиля, это народ, который связан с землей Израиля, иначе как же он народ, да, особенно в изгнании, как же он народ, если он не помнит, что у него есть своя земля. Ибо именем твоим назван город, и народ твой имя на твоем городе и на народе твоем. Не знаю, как вы, но меняете строки просто волнуют. Я представляю себе Даниэля, я представляю все, что он пережил в этом, все, что он пережил в этом изгнании. И те пророчества, которые были ему даны, они, конечно, поддерживают его связь со Всевышним, но большей частью они страшные, пугающие, вселяющие трепет. Он пережил Новохуднецар, пережил Большацар. И вот теперь Дарий Первый, первый правитель Персии после ее завоевания Мобилоном привлек его на службу, привлек его на службу, а он молится о возвращении, возвращении в разрушенный Иуду, где в развальных лежат города и где в развальных лежит храм. И когда я еще творил молитву, то муж Гавриэль, ангел Гавриэль, которого видел я прежде в видении, быстро пролетев, коснулся меня в то время, когда приносит вечернюю жертву. Даже время Даниэль соотносит с тем временем, в котором происходило служение в храме. Это вечерняя жертва, это часть постоянной жертвы, постоянная жертва приносилась каждое утром и каждое вечером, один баран утром и один вечером, и считалось это одной жертвой, которая начинает служение в храме и заканчивает его. Он время изменяет этой жертвой в этой жертвой. Даниэль сказал ему ангел Гавриэль, ныне вышел я, чтобы научить тебя пониманию. В начале молитвы твоей вышло решение, и я пришел известить тебя, потому что любим ты. Было принято решение о том, что начнется возвращение, будет оно разрешение вернуться в Иерушалае, и вот мы понимаем, что это декларация Корыша, которая была дана, когда Дарья первого сменил Корыш почти через год. Эта декларация – это результат молитвы Даниэля. Можно спросить, почему он так напрягается, Даниэль. Ну, хорошо, но пройдет еще год, еще два, ну, десять лет пройдет, но ведь сказано, что народ Израиля вернется в Иуду, но мы видим его страстное нетерпение, молитву в посте и в мешковине для того, чтобы произошло возвращение сейчас, как только появилась надежда, связанная с пророчеством Еремиягу, он молится, и мы видим события, Вавилон Павл, он молится отчаянно Всевышнему, чтобы это было сейчас, не еще, скажем, через 20 лет, когда, через 18 лет, когда был разрушен храм, может быть, Всевышний решит отчитывать от разрушения храма изгнание, от разрушения храма до исхода, будет 70 лет, мы знаем, что Всевышний выбирает точку отчета сам, так же, как это было в египетском Галуте, и он не хочет этого, он не хочет еще ждать 18 лет, или, может быть, больше, не хочет ждать сейчас, потому что каждый день пребывания в Галуте, в изгнании народа, это трагедия, это катастрофа, это осквернение имени Всевышнего, о том, что пребывание народа в изгнании, это осквернение Всевышнего, об этом говорит пророк Иискель, записан в его второй главе, он говорит так, что народы говорят, вот это народ Бога, а из своей земли вышли, народ Бога, по их представлениям, Бог должен защищать народ, прежде чем защищать их землю, а вот он не защитил, значит, и Бог, так же, как и другие Боги, как они могут сказать, он не всесильный, у него где-то есть слабина, другие Боги могут противостоять ему, и когда в народе присутствует такое, присутствует такое, в народах присутствует такое мнение, звучат такие слова, то это, конечно, осквернение имени Всевышнего. Так же и сегодня, даже когда нету идолов, и когда эти слова, так подобные слова, может быть, не произносятся, и подобные мысли, мысли нет в голове у людей, у народов мира, всё равно пребывание сыновей Израиля в чужих странах – это осквернение имени Всевышнего, потому что понятно, что желание Всевышнего – вернуть свой народ на землю Израиля, а если он не возвращает, то значит, где-то у него есть слабина, не всё он может, и таким образом еврей, живущий за пределами земли Израиля, оскверняет имя Всевышнего, лже свидетельствует о том, что Всевышний не всё может, а на самом деле Всевышний может всё, это еврей не хочет, да, он предпочитает, он предпочитает осквернять имя Всевышнего. И мы видим, что Даниэль не хочет ждать ни секунды, каждая секунда пребывания в изгнании удаляет от Всевышнего, евреи находятся под властью народов, под властью народов мира, на них влияют представления идолопоклонников, часть людей уходит от иудаизма, от евреев, от общин и растворяется среди Бабеля, среди халдеев, но это не всё, а вся атмосфера, все представления халдеев, а всё это влияет на основе Израиля. И ещё пророк Еремия заботился о том, чтобы ещё до изгнания предупредить евреев, что мнения народов мира ошибочны. Так, они верят в астрологию, во влияние звёзд, в возможность повлиять на звёзды, которые не представляют божества жертвоприношениями, а в принципе звёзды определяют судьбу, Еремия предупреждает, сыновей Израиля, не верьте в это, пусть они занимаются этим, их разум не может подняться выше этого, но это не для вас. Так что пребывание в Галуте, оно само к себе трагедия, осквернение имени Всевышнего и катастрофически влияет на сознание сыновей Израиля, уводя их от представлений, правильных, совершенно верных представлений о едином Боге, определяющем все события в этом мире. И вот мы представили себе этот немаловажный момент Даниэля, который молится в первый год правления Дарьявиша после падения Вавилона. Это где-то на 300 значит это у нас получается. получается да, это получается 370-й год 370-й год вот 370-й год падения Вавилона. Теперь да, вот то, что еще происходит в первый год правления Дарьявиша, также описано в книге Даниэля, в 6-й главе, мы коротко постараемся упомянуть об этом, здесь говорится о том, что завистники Даниэля, которого Дарьи хотел сделать в общем-то главным правителем над всеми провинциями многочисленными, они хотят как-то оклеветать Даниэля, но у них это не получается, и тогда они придумывают вот какой способ. Они уговаривают Дарья, чтобы он издал указ, что в течение 30 дней запрещается кому бы то ни было обращаться к просьбам и каким-либо божествам, кроме как к царю. Для того, чтобы утвердить представление о том, что власть царя она ничуть не меньше, чем власть божеств, вот сделаем такой момент. И Дарья издает такой указ, а Даниэль продолжает молиться. Даниэль продолжает молиться. Где мы это с вами видим? Вот здесь. А Даниэль, когда узнал, что подписан этот указ, пошел к себе домой, а у него наверху были открыты окна в сторону Иерушалайма, и три раза в день, преклонив колени, молился он и славил Бога, как делано это прежде. Здесь мы тоже видим величайший момент. Даниэль не готов отказаться от молитвы даже под страхом смертной казни, но более того, он не готов отказаться от молитвы, обращенной в сторону Иерушалайма, и он молится демонстративно, чтобы все сновья Израиля, находящиеся в Бабеле, знали, что власть царя не является высшей, что его воля не является высшей, что высшей является воля Всевышнего. Он не должен это делать вроде бы, но он видит ситуацию так, что он должен это сделать, так же, как в свое время сыновья Израиля поклонились статуе, возведенном на выходный царом, теперь он хочет сделать наоборот, не подчиниться царю, чтобы все видели, что власть Всевышнего выше, и мечта о возвращении Иерушалаям выше, и божественное присутствие не оставило ни Иерушалаям и не оставило народ. Это его идея показать всем. Вот, тогда приказал царь и привели Даниэля, и вот царь с таким сожалению бросает Даниэля в яму с альбами и закрывает ее камнем. Наутро встал царь на рассвете и поспешил к яме с альбами и подойдя к яме крикнул он Даниэлю печальным голосом. Заговорил царь и сказал Даниэлю, Даниэль раб Бога живого, Бог твой, которому ты всегда служил, смог ли он спасти тебя ото львов? И Даниэль этот преуспевал в царь, да, и он Всевышний спас Даниэля, его вынули из ямы, на нем не было ни одной царапины, и тех людей, которые поставили его в такую ситуацию, и Даниэль этот преуспевал в царствоне Дарьявиша и в царствоне Корыша из Параса. Это то, что происходит между падением Вавилона и декларацией Корыша во время правления Дарья Первого, первого царя Персии, который правит после падения Вавилона. Я специально повторяю, потому что мне бы хотелось, чтобы это было как-то запомнилось, а сразу запомнить это довольно трудно, поэтому я стараюсь повторить как педагогический такой прием. Если это кого-то раздражает мои повторения, то я прошу прощения, мне кажется, что это правильно. В 368 году, 70 лет, считая с 438 года изгнания детей, 440 год покорения Иерушалаема, покорения Йоакима, 438 год, изгнания детей через два года, а потом и в этот год есть декларация Корыша. Корыш поднимается на престол и будучи человеком, таким находящимся под влиянием пророчеств, верящим пророчеством, он дает разрешение сыновьям Израиля возвращаться и отстраивать Иерушалаем. И, наконец, последняя часть пророчества Иеремиягу, Иеремиягу, чтобы вернуть вас на это место. Место это, как правило, храм, и, наконец, через 70 лет после разрушения самого главного для всего мира места, оно будет отстроено заново. И, действительно, если в 368 году начинается возвращение, то в 352 году завершается строительство храма. храм был разрушен в 422 году, строительство храма завершено в 352 году до этой эры, мы понимаем, что это через 70 лет. Итак, три предсказания исполнились, Вавилон пал через 70 лет, после начала своего существования, своего достижения господства мирового, через 70 лет после первого изгнания, после первого изгнания, знания детей началось возвращение, и через 70 лет после разрушения храма его строительство было завершено. Теперь я хотел бы с вами посмотреть, что происходило с 368 года даты декларации Корыша по 352 год завершения храма, почему завершение храма было отложено, почему изгнанники, которые вернулись, если мы поговорим о том, кто вернулся, обязательно упомянем об этом, представим себе эту первую алию, тоже очень волнующую, но сейчас мы попытаемся представить себе, что же произошло с момента первой алии, почему строительство храма задержалось на 18 лет, ведь изгнанники, которые пришли, они застали, они увидели разрушенный храм, храм не был полностью разрушен, и его можно было восстановить, впоследствии его восстановили меньше, чем за год, потому что не надо было заново выкладывать стены, но пока храм стоял разрушенным, по повелению пророков изгнанники построили жертвенник и начали приносить жертвы, то есть они были устремлены на то, чтобы построить храм, несмотря на все тяжелые условия, в которых они оказались, что же задержало строительство храма на 18 лет. Мы с вами здесь видим, что после смерти Кира, Курыша, всего через два года после того, как он издал декларацию в 366 году до этой эры, на престол поднялся Хашпирож, который не был царского рода, он захватил власть, подковым интригами захватил власть, он поднялся на престол, и он тут же запретил работы по восстановлению храма, отменил, естественно, и Алию, и работы по восстановлению храма. Здесь нужно заметить в скобках, что всегда, какой бы момент мы не взяли с вами, когда есть возможность возвращаться, еврейский народ должен подниматься сразу, мгновенно, потому что это окно возвращения, оно бывает очень коротким, и если народ медлит, и не спешит, и у него есть разные сомнения, то это окно закрывается. Точно так же было и с декларацией Бальфора, когда была дана декларация Бальфора, по идее, должны были подняться и приехать в землю Израиля, и начать поднимать ее. Не сделали этого, и это окно закрылось почти полностью, когда Британия получила мандат на территорию, так сказать, Палестины, то она закрыла въезд евреев, сначала ограничила, потом полностью закрыла его. Это окно возможностей, всегда очень короткое, когда речь идет о возвращении в землю Израиля. Вот на третьем году, через три года своего управления, в 362 году, Ахашмирош устроил пир. Почему он устроил пир, как нам говорят комментарии, он ошибся, он ошибся в подсчетах за 11 лет до разрушения храма, в 432 году, как мы с вами говорили, произошло изгнание Яхонии. Изгнание Яхонии, вместо Яхония брат, Яхония сын Иоакима, вместо Яхонии Новохуденцар поставил Саткиягу, брата Иоакима. И Ахашмирош решил, что это первое изгнание сыновей Израиля. И 432 год, как вы видите, прошло 70 лет после первого знания, после знания Яхонии, и Иоакшмирош решил, что Всевышний сказал, что он вернется на Израиль через 70 лет, и вот прошли эти 70 лет, а он не смог это сделать, не вернул, и по этому поводу он устроил пир, по крайней мере, так говорит Медраш на Мгелат Истер, и это отмечает Джараша в комментарии на Мгелат Истер. То есть, это, скажем, объясняет, почему на третьем году он устроил пир, и по представлению Ахашпироша, как бы все цари древности, они вели войну не только с армиями, народами, не только за захват территории, они вели войну с богами. Победив, они старались задобрить богов, побежденного народа, приносили ему жертвы, редко разрушали статуи, там, изображения и храмы богов, бывало, но это было редко. Грабить грабили, а разрушать изображение божествов не, божества не уничтожали. Это стало делать Ассирия, Ашур, которая пришла к мировому господству намного позже. Ашур, он с пренебрежением относился к чужим божествам и сжигал их, разбивал их, уничтожал их. Об этом говорится во второй книге Малахим, во второй книге царств. Но, как бы там ни было, все цари представляли, что они ведут борьбу с богами народов. И, покорив народ, они задавривали бога. А здесь Ахашвирош, он решил, что бог не, бог Израиля не смог вернуть свой народ, и, значит, он победил бога Израиля, и это достойно пира, празднования. И поэтому он вынес и сосуды храма, которые хранились, которые невыходный царь хранил в доме своего божества. И он вынес оттуда эти сосуды, и сам он ходил в одеждах первосвященника на Перу, для того, чтобы сказать, что вот, и возвращение из изгнания не состоялось, и теперь нету святости в этих сосудах, которых служили в храме, и нету святости в одеждах первосвященника. Это идея Ахашвироша, это как бы такой гвоздь его программы, расскажем в одеждах первосвященника на этом Перу. Через семь лет после начала своего правления Ахашвирош женится на Эстер, и у него рождается Дарий Дарий Второй, я здесь написал Первый, Дарий Второй, то есть Дарий Второй это сын Эстер, как бы все наши источники, все наши комментарии это признают, и вопрос о том, как отчитывать его годы правления, как царей неевреев или царей евреев, этот вопрос разбирается в трактате Рожи Шамна на первых листах, то есть наша традиция к нему относится как к человеку, у которого есть, скажем, какие-то элементы еврейские, так можно сказать, понятно, что Эстер не могла его воспитать как еврея в духе соблюдения заповедей, но, по крайней мере, привить ему предельное уважение к еврейскому народу и объяснить ему значение храма, это она смогла, да, вот рождается Дарий II, 355-й год, это Пурим, это Пурим, насчет в отношении Пурима всегда возникает вопрос, который, в общем-то, неясен из Магеллата истера, неясен из комментаторов, распространялось ли повеление, распространялось ли повеление Акаш-Вероша истребить еврейское население на Иуду, да, вот это не совсем, это не совсем понятно, но представляется, да, что даже если его повеление распространялось на Иуду, то ситуация была совершенно совершенно другой, да, почему? потому что земля Израиля придает силы, придает гордость национальную, как вы видели с вами в пророке Реминьяву, неоднократно об этом упоминается, силу, национальную гордость, и если бы даже существовало такое повеление уничтожить Сыновья Израиля в Ярушалае, в Яуде, то оно бы не могло быть исполнено, оно бы не могло быть исполнено, потому что на всей территории Персии сыновья Израиля растерялись, собирались в синагогах, молились здесь и сыновья Израиля у них было и оружие, как мы знаем, и они уже противостояли тем народам, которые окружают их в очень трудных условиях, в тех условиях, когда стена города Ярушала им разрушена, они противостояли им, и так что безусловно они бы противостояли любой попытке их уничтожить, а не подставляли бы свои шеи. Есть очень интересный исторический исторический факт, мы знаем с вами о восстании в Варшавском гетто, и в, скажем, левые круги в Израиле всегда приписывали успех, относительный хотя бы успех этого восстания, приписывали своим людям, левому движению, которые оказались в Варшаве, но это не так. В Варшаве те, кто подняли восстание, те, кто его организовал, и те, кто сражались до конца и не бежали, как Мардахай Нелевич, а сражались до самого конца, это были отряды Жаботинского, который в Польше организовал подготовку военных, и я сейчас не помню число, их было довольно много, и когда началась, когда была захвачена Польша фашистами, то они не успели оттуда выехать, но они, люди, которые приехали с земли Израиля, люди, которые уже были проникнуты идеей свободы, они оказали сопротивление, предпочитая умереть достойно, потому что они уже были проникнуты той гордостью, которую дает земля Израиля. Вот такое замечание в скобках, мне кажется, что оно довольно важное. 355-й год это Пурим, попытка уничтожить евреев, которая обернулась, слава Богу, как бы все перевернулось и были уничтожены враги. 352-й год Ахашвирош умер и поднялся на престол Дарий II, да, и как утверждает как утверждает Барбанель, его годы начали отчитывать как годы еврейского царя, что это значит, что когда наступила первая Ниссана, то пошел второй год его правления, независимо от того, сколько времени прошло до первого Ниссана, с первого Ниссана начинается отчет нового года царя, да, вот, и поэтому, скажем, второй год правления, который упоминается в Сахарья, когда он начинает пророчествовать во втором годе его правления, это, скажем, сразу же в начале в общем-то правления Дарья Второго, сына Истер, примерно, может быть, через месяц, через два, но очень через короткое время, на Всевышний обращается к Схарья, обращается к Хагаю, обращается к Малахи, то есть звучит пророчество необычайной силы, как бы все пророки подняты на ноги, и каждый из них обращается с тем, чтобы, каждый по-своему, но общая идея, она одна, пророки обращаются к сыновьям Израиля, чтобы они возобновили и закончили строительство храма. Посмотрим, как говорит об этом Хагай в этот период, прежде чем мы вернемся к вам из Схарья, наверное, уже на следующем занятии, посмотрим пророка Хагая. Хагай, он, видимо, старше Схарья, и во второй год правления Дарья, он также, как Схарья, уже находится в Ярушалайме, так как в 368 году до этой эры он вернулся с первыми возвращающимися, с первым караваном, который возглавил Зарубавель, обязательно поговорим об этом, он уже в Ярушалайме, он испытывает все трудности, которые испытывают первые переселенцы, живет в опасности, опасности постоянной, опасности нападения разбойников, поначалу, на Ярушалае, стены которого проромлены, точно так же и Хагай, он старше, да, вот у нас впереди разговор о первых переселенцах, да, ну вот сейчас посмотрим обращение Хагая во второй год и очень или через несколько месяцев, через два, максимум через три месяца после начала правления Дарья Второго, год второй правления Дарья Виша, в месяц шестой, это Иллу, как мы представляем, да, считают, от Ниссана Иллу, это месяц раскаяния, месяц шувы, как мы с вами понимаем, да, вот в это время Хагаю дается пророчество в день первой месяца, да, вот я отметил день шувы, когда Маше поднялся на гору Синай второй раз, было слово Бога через Хагая пророка к Зарубавелю, сыну Шелтеэля, правителю Иуды и к Яшуа, сыну Иоцадока, священнику великому, так ему было сказано, Зарубавель это Зарубавель это внук внук Яхонии, возможно, правнук Яхонии из рода Давида, он был сначала как бы корешем отправлен Бирушалаем для того, чтобы стать царем, но потом перцы передумали, корыш очень быстро передумал и изменил свое постановление и, так сказать, сократил и помощь, и полномочия сыновей Израиля, и в частности он Зарубавеля не сделал царем, а сделал наместником наместником Яуды, паха, как мы встречаем это в книгах этого периода. Зарубавель, сын Шелтеэля, внук Яхонии, правитель Яуды, паха в Яуде, и к Яшуу, сыну Яцадока. Яцадок священнику великому, да, Яцадок, он сын последнего первосвященника разрушенного храма, Срая, и таким образом Яшу внук первосвященника, естественно, воспитывавшийся и в традиции, и в традиции возвращения, да, вот, и мы в скобках можем заметить с вами, об этом будем еще говорить, что все великие люди, они встали, поднялись и перешли в Яуду при первой же возможности, и мы видим это через настроение Даниэля, с каким рвением он молится о прекращении Галута, Даниэль тоже поднялся и перешел в Ярушалае, как только ему представилась такая возможность. Вот в книге Гелат Истера упоминается Атах, которые говорят, что это Даниэль, вряд ли Даниэль вернулся в Персию, возможно, но вряд ли, и поэтому Атах это может быть кто-то из людей очень сильных духовных, может быть пророков, которые в Вавилоне и которые упоминаются в книге Гелат Истер как Атах. Вот и что же говорит Хагай за Рубавилю и Яшуа, первосвященнику, прежде всего им, так сказал Бог Цваот, Бог Воинств, слово Бог Воинств упоминается постоянно в этих пророчествах, потому что это указывает на управление миром скрытым скрытым образом, скрытыми чудесами, вот, и Бог Цваот так говорит, не пришло время, не пришло время храму быть построенным, домом Бога, это так вы говорите, да, и это можно понять, да, как оставшиеся в Бавиле, так и пересидентцы в Иерушалае находятся в ужасном состоянии, подавленном, потому что были сомнения в том, что настал ли период возвращения, чужой царь без всяких чудес дал разрешение на возвращение, пришли, потом строительство храма было запрещено, вокруг трудности, надо сказать, к достоинству, подчеркнуть достоинство всех переселившихся, никто не возвращался обратно, не было потока обратно, но настроение было тяжелым, непонятно было, наступил ли Геула освобождение, или это было такое заблуждение лучших людей, в том числе и даже пророков, что вот пришло время освобождения, и бытовало такое мнение, доминировало такое мнение, что еще не время построить дом Бога, на это пророк говорит, и было слово Бога через Хагая пророка, время ли вам самим сидеть в домах ваших крытых, а дом этот разрушен, не было такого уж большого богатства, эти дома называются крытыми кедрами, как будто это дворцы, но мы понимаем, что это может быть такая, как бы, как говорят, акзама, некоторое преувеличение, да, конечно, жили, строили дома, но это не были какие-то роскошные дома, и тем не менее, и тем не менее, вы строите дома, да, вы собираетесь здесь остаться, это хорошо, это справедливо, но если вы собираетесь здесь остаться, то почему же вы говорите, что не пришло время возвращения из-за знания, почему не пришло время строительства храма, да, вот, и дальше, и теперь так сказал Бог, обратите сердце ваше к путям вашим, сеете вы много, а собираете мало, нету благословения, да, народ, который пришел, он ожидал, ожидал получить благословение Всевышнего, пророк Ехискель говорил о том, что земля зацветет еще раньше, давая свои плоды возвращающемуся народу Израиля еще раньше, чем он вернется, да, и они пришли, и нету этого благословения, собираете мало, нету голода, но благословения не видно, да, так, как-то перебиваются, как говорят, с хлеба на воду, едите и не насыщаетесь, благословение всегда не только количественное, но и качественное, человек может съесть мало, но насытится, да, пьете, но не пиваетесь, одеваетесь, но нет тепла никому, а нанимающийся зарабатывает для дырявого кошелька, да, Всевышний обращает внимание, сыновей Израиля, что нету благословения, а вы не подумали, почему, да, так сказал Бог воинству, обратите сердце ваше к путям вашим, поднимитесь, почему я не дал благословения, потому что вы не стали строить, потому что вы не стали строить храм, но как же не стали строить храм, когда было запрещено, да, храм нужно было строить все равно, несмотря на запрет, да, несмотря на запрет, хотя это крайне-крайне трудный поступок, мы скажем с вами почему, вот, но тем не менее, Всевышний говорит, надо было подняться на гору, и принять, вот, или по крайней мере сейчас, если не говорить о прошлом, то сейчас поднимитесь на гору, и принесите дерево, и стройте дом, храм, и я буду благоволить к нему, и прославлюсь, сказал Бог, да, теперь повторяется о том, что нету благословения, что вы бежите каждый в свой дом, не строите храм, да, вот, и что дальше, и услышал Зарубавель, нужно сказать, что этот период, период возвращения, да, в общем-то, и период Зарубавеля отличается тем, что слушают пророков, и услышал Зарубавель, сын Шалтиэля, и Ашуа, сын из Садока, цевещенника, и весь, и весь остаток народа, голос Бога своего, и слова Хагая пророка, вот, да, и что дальше, да, Бог говорит, я с вами, слово Бога, и здесь очень интересно перекликается с той фразой, которую мы с вами неоднократно упоминали, из Харья, первой фразой, шува алейба, шува алейхе, вернитесь ко мне, и я вернусь к вам, слово Бога, воинство, да, вот, это первые строки с Харья, а здесь, я с вами, говорит Бог, я не вернусь к вам, я с вами, почему? Потому что с Харья обращается к тем, кто в Бавиле, а Хагай, как мы видим, так сказать, требует приступить к соительству храма от тех, кто находится в Ярушалаиме, и им Бог говорит, я с вами, тем, кто в Бавиле, он говорит, вернитесь ко мне, я вернусь к вам, а тем, кто в Ярушалаиме, он говорит, я с вами, вот, и что мы видим, да, и пришли они и производили работу в доме Бога Сваота, Всесильного Своего, в день 24-й, 6-го месяца, в год 2-й правления царя Дарьявиша. За 24 дня были собраны все необходимые материалы, приготовленные инструменты, и начались работы по восстановлению дома Всевышнего. Вот, а в 7-й месяц, 21-й день, через месяц чуть меньше работы, ремонтные работы были уже завершены, да, мы немножко уклонились с вами от схарья, но мне представляется, что не изучив, как бы, всю эту обстановку, да, мы не можем, как бы, толком понять и слова схарья, да, вот, не знаю, что в Хагае написано, что Бог говорит, я с вами, мы не можем понять слова схарья, почему Бог говорит, вернитесь ко мне, а я вернусь к вам. Здесь я остановлюсь, уберу текст, вижу все ваши квадратики и жду ваших вопросов, у нас есть немножко времени, так что не ждите, спрашивайте сразу. Скажите, пожалуйста, а в каком году родился Дарья 2-й, у вас написано в 361-м и получается так, что он родился у Эстер до того, как она вышла замуж. Сейчас я подниму еще раз текст, посмотрим, может быть, где-то я просчитался, я вам честно скажу, что у меня не было под рукой книг, и я занимался расчетами, готовясь к уроку 3059-й год женится на Эстер, вот, на седьмом году правления, да? Да. Вот. Ну, 361-й это за два года до этого? А, спасибо, спасибо за внимательность, значит, что мы должны написать, значит, через два года, значит, мы должны написать 57-й, все, спасибо, спасибо большое. Пожалуйста, не за что. Поймали, то, что называется. Хорошо, давайте, что-то есть еще очень хорошо, замечательно, я очень рад, не столько, скажем, поправки, может быть, она не такая значительная, но то, что вы так внимательно слушаете, следите, я просто очень рад. Вот, хорошо, давайте, что-то есть еще спросить? Равзиев, я по поводу Пурима всегда мне было непонятно, по сути дела, сам праздник Пурима, это нереализованный второй исход избавили, а считается, что этот праздник будет такой, вот, все забудется, а Пурим останется, по сути дела, это, грубо говоря, наш позор, что мы не вышли как должны были выйти, со всеми чудесами всеми, а нет, вот, праздник Пурим такой вот важный и так далее. Ну, во-первых, как мы с вами неоднократно говорили и это как бы утвердил, как бы привил просто гвоздем Равшламо Горин, всегда есть обязанность благодарить Всевышнего за чудо, а потом уже смотреть, смотреть на полную часть стакана как бы бокала сначала, а потом уже на пустую. Если так рассуждать, как вы рассуждаете, надо было бы отменить и Песах, и Хануку, да, в Песах не все вышли. Ханука это фактически война с внутренним врагом, это тоже, колоссальный позор просто наш, сколько людей потянуло за чужой культурой, за благами этой культуры, сколько людей не захотели оставить иудаизм, но переняли образ жизни, значительная часть населения, вот, и Хашманаи были в меньшинстве, но, конечно, везде, везде, есть наш позор, безусловно, но сначала надо отблагодарить Всевышнего за чудо, за чудо спасения, за его любовь, проявленную к нам, а потом уже разбираться с нашими недостатками, поэтому праздник нам не стоит отменять. Я думаю, что, знаете, как, я думаю, что Пурим как раз и будет вечным праздником, когда мы сделаем Чуву и соберемся все в Израиле, вот, Пурим будет вечным праздником, будет нам вечным напоминанием о том, что мы все-таки собрались силами, сделали Чуву и вернулись землю Израиля. Может быть, так. можно, меня слышно? Да, очень хорошо слышно, да, пожалуйста. Значит, я бы хотел тут добавить вот в ответ на то, что было спрошено. Мне кажется, давка, ну, как раз наоборот, именно сокрытие Всевышнего в Пурим и предоставление народу Израиля самостоятельно решать свои проблемы, это и есть то достижение, куда, собственно говоря, мы идем, то есть Всевышний как бы он скрыт, так же, как это и сейчас, то есть мы своими силами освобождаем землю Израиля, но он не покидает нас, да, и вот именно этот момент очень важен, то есть вся тара, если так внимательно посмотреть, сейчас не могу это доказать, она ведет к тому, к самостоятельности евреев, да, то есть при том, что Всевышний присутствует, вот, но евреи должны то, что им самим следует делать, они должны сами это делать, да, то есть те чудеса, которые прошли в Египте, это как бы начальная такая детская стадия, когда происходят эти чудеса, и все, и народ капризничает, преодолевает очень много, а потом народ совершенно самостоятельно должен как бы вступить в сотворчество с Всевышним, он должен уже на основе Торы действовать активно, самостоятельно, и то, что мы сейчас и видим, собственно говоря, это фактически продолжение Пориума, что сейчас происходит, так мне кажется? Ну, есть, я бы сказал, есть доля правды в том, что вы говорите, но можно представить себе, что скрытие лица Всевышнего происходит из-за тех проблем, которые мы сначала делаем, а потом из которых мы должны сами выбираться, и Всевышний нам, слава Богу, помогает, вот, да, Пурим, что такое Пурим, остались Павели, да, вот, я несколько раз писал и упоминал о том, что такое Тринадцатая Адара, как-то об этом не говорят и не говорят, что такое Тринадцатая Адара, Тринадцатая Адара это проблема, да, Тринадцатая Адара как бы Всевышний хотел уничтожить весь народ, значит, это какая-то особая дата, что это за дата, Тринадцатая Адара это день, когда в Египте умерли все те, кто не хотел выходить из Египта в день наказания темноты, да, так что есть доля правды в том, что вы говорите, что, конечно, человек должен быть самостоятельным, сам должен искать Всевышнего, сам должен действовать, при этом следует смотреть на то, что происходит и понимать, что силы дает тебе Всевышний, да, но так, но так, в принципе, как-то что-то, то, что вы говорите, что-то есть, но я думаю, что здесь нужно было бы написать целую систему уравнений, чтобы это стало правильным, то, что вы говорите. Спасибо большое. Спасибо. Хорошо. Так, ладно, я и рад вашим вопросам и надеюсь, что мы с вами продвинулись и с Божьей помощью будем сражаться дальше, да, вот, и всем всего самого хорошего и благополучного, храни Бог весь еврейский народ, включая и нас, конечно. Амин, амин. Окей, амин. Сурот ту вод. Всем спасибо. Спасибо большое. Большое спасибо. Сурот ту вод. Всем спасибо. Всего хорошего. Счастливо. Пока.